МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В семь вышедшую вновь замуж мать. Воспитывался маленький Юра в семье отчима. В школу пошел в соседнем городе Моздоке. И хотя до Нагуцка ездить было недалеко, он все реже и реже появлялся в доме, где не было уже ни родного отца, ни родной матери. В 18 лет юный Юрий Андропов, совсем самостоятельный человек, к этому времени он уже успел уйти из дома. Ходил матросом по Волге и получал первые настоящие уроки жизни. Его боцман любил повторять фразу, ставшую для Андропова девизом на всю его жизнь. «Жизнь, Юра, – говорил гоцман, – это мокрая палуба. И чтобы на ней не поскользнуться, передвигайся не спеша и обязательно выбирай место, куда поставить ногу». Невероятно, но со своим любимым боцманом Андропов встретился почти через 50 лет. Как-то в приемной одного из самых могущественных людей Советского Союза, члена Политбюро, председателя КГБ Юрия Андропова, раздался звонок. К удивлению помощников, звонивший оказался тем самым легендарным боцманом, о котором слышали все. «Он много о нем рассказывал, потому что, говорит, что очень такая колоритная была фигура, такой мариман, да, и много воспоминаний было». Рассказывает Борис Клюйков. Боцмана быстро разыскали и привезли в Москву, на Лубянку. «Там была такая встреча очень радостная и доброжелательная». В 1933 году Андропов поступил в техникум водного транспорта в Рыбинске, а уже в 1938-м стал первым секретарем Ярославского обкома-пансонола. В 24 года. К тому времени он успел жениться на однокурснице по техникуму Нини Ингаличевой. Вскоре у них родились дочь и сын. Детей назвали в честь родителей Юрия Андропова – Евгении и Владимирова. Через пять лет, уже во время войны, Андропов ушел из семьи. Его новой избранницей стала одна из девушек, которых готовились для диверсионной работы на Карельском фронте. Курировал подготовку молодой комсомольский секретарь Юрий Андропов. Девушку звали Татьяна. Со своей Танюшей Андропов прожил до самой смерти. За долгие годы их отношения почти не изменились. Первое то, что, когда он меня представлял, он сказал, Танюша, познакомься, вот Борис Владимирович, он будет у нас работать. Борис Клюйков. Заместитель начальника личной охраны Юрия Андропова. И вот в голосе, в тоне, да, с каким он это сказал, чувствовалось, что это не просто, ну, формально, да, это сказал-то, кстати, там Танюша и все. А это было очень тепло и ласково сказано. И отношение Татьяны Филипповны к Юрию Владимировичу отличалось той же теплотой и нежностью. От Нового Союза родилось еще двое детей. Опять сын и дочь. Игорь и Ирина. Отношения с детьми от первого брака, стремительно восходивший по карьерной лестнице Андропов, поддерживал все годы. Переживал, что жизнь Владимира не заладилась. Закончив Суворовское училище, Володя дальше учиться не стал, часто менял профессии и место жительства. Работая в Тирасполе, на швейной фабрике механиком-наладчиком, Владимир Андропов познакомился со своей будущей женой, с отцом виделся редко. О характере их взаимоотношений можно судить по письму сохранившемуся у жены Володи, Марии. Узнав, что сын собирается получить заочное высшее образование, ставший уже председателем КГБ, и отец писал. В Москве я постеснялся спросить тебя относительно того, готов ли ты к экзаменам для поступления в институт. А ведь это вопрос не последний. Думаю, для экзаменов в техникум знаний у тебя хватит. Очень сожалею, что не смог помочь тебе, но ты должен понять, что если я так пишу, значит, по-иному ничего сделать нельзя. Умер Владимир Андропов очень рано. В 35 лет. Похоронили его в молдавском городе Бендеры. Ни мать, ни отец, на похороны приехать не смогли. Дочь Андропова от первого брака Евгения, закончив медицинский институт, долгие годы жила в Ярославле. С отцом встречалось нечасто. Изредка получал от него письма. Короткие. В его стиле. В 1950 году, занимавшего уже пост второго секретаря ЦК Карелло-Финской ССР Юрия Андропова, переводят в Москву. С подачи Отто Кусинина, старого большевика и покровителя юного партийного дарования. Он же, Отто Кусинин, незадолго до этого спас Андропова от арестов по знаменитому ленинградскому делу. Репрессии прокатились по всему северо-западному региону. Дошла волна и до Карелии. Вначале арестовали первого секретаря местного ЦК Куприянова. А на очередном пренуме публично заставили покаяться всех высших руководителей региона, в том числе и Андропова. После ареста Куприянова подобное уже развитие событий для себя ожидали и все остальные. Вот здесь и помогло вмешательство авторитетнейшего Кусинина. Уже в 1967 году назначенный председателем КГБ Андропов попросил принести дело Куприянову и убедился, что все-таки был назван им среди соучастников ГАДО. Кстати, Куприянова в 1956 году полностью реабилитировали. Он вышел на свободу и до конца жизни работал директором дворцов-музеев в городе Пушкин под Ленинградом. Встречались ли они с Андроповым, неизвестно. И предвоенные репрессии в комсомоле, и ленинградское дело не могли не сказаться на характере будущего генсека. Всю жизнь он был крайне осторожным политиком, просчитывающим каждый свой шаг, умеющим держать язык за зубами. Пригодился совет Боцмана. Каждый шаг Юра по жизни палуби делай не спеша, тщательно выбирая место, куда поставить ногу. Инструктором ЦК ВКПБ в Москве Юрий Андропов проработал три года. А в 1953 году, сразу после смерти Сталина, последовал неожиданный перевод в Министерство иностранных дел начальником 4-го европейского отдела. Еще через год Андропов уехал в Венгрию в посольство на скромную должность советнику-посланника. А еще через год Андропов становится послом СССР в Венгрию. Заверить вас, товарищ председатель, что я, что стоял или кто стоял за такими карьерными кульбитами, никому пока достоверно установить не удалось. По одной из версий, удаление Андропова из Москвы связано с каким-то конфликтом между ним и всесильным тогда Георгий Маленков. Некоторые отмечают, что как будто чья-то невидимая рука привела сюда. Советское посольство в Венгрии человека, который, обладая стратегическим умом и опытом руководства партизанским движением во время войны, через некоторое время станет ключевой фигурой в знаменитых венгерских событиях 1956 года. Тогда Андропову исполнилось 42. После знаменитого доклада Хрущева на 20-м съезде партии о культе личности Сталина что-то подобное венгерским событиям должно было последовать. И не случайно, что взорвалось именно в Венгрии. По стране поползли самые невероятные слухи о закрытом докладе Хрущева, о сталинских репрессиях. Настал момент, когда заговорили и о внутренней ситуации. С 1945 года Венгрией правил Матиас Ракуши. Жесткий, часто жестокий лидер, на характере которого не могло не сказаться 15-летнее предвоенное заключение в венгерской тюрьме. Это был руководитель сталинского типа. Со своими политическими противниками Ракуши не церемонился. В 1949 году после фальсифицированного процесса был казнен популярнейший лидер венгерского сопротивления времен Второй мировой войны Ласло Райк. В тюрьме оказался и будущий многолетний венгерский лидер Янош Кадр. В июле 1953 года Матиас Ракуши, оставаясь лидером партии, уступил пост премьер-министра очень популярному в народе Имре Надю. Имре Надь затеял проведение довольно умеренных политических и экономических реформ, которые поддержали большинство венгров. Надь становился все более популярным, за что и поплатился. Опытный боец Ракуши сумел убедить Москву в необходимости устранения Надя с политической арены в Венгрии, что и было сделано. Имра Надя не только сняли с поста премьер-министра, но и в декабре 1955 года исключили из партии. Андропов не был согласен с этим решением. Он отправил в Москву несколько шифрограмм с утверждением, что это большая, очень большая ошибка. Но Москва и Крущев были абсолютно уверены в своем всесиле. Не пугала даже возросшая в результате отставки популярность Надя. Можно предположить, что в Москве были уверены никуда Имра Надь не денется. И вот почему знали в Москве кое-какие факты из биографии Имра Надя, которые не были известны ни послу СССР в Венгрии Юрию Андропову, ни тем более венгерским коммунистам. Дело в том, что с 1930 года Имра Надь носил кличку Володя и активно сотрудничал с НКВД. По его доносам в 30-е годы были арестованы десятки работавших в Коминтерне венгров, 15 из которых были расстреляны или погибли в лагерях. Мог ли такой человек пойти против своих хозяев? Но он пошел, видимо, рассчитывая представить информацию из Москвы как провокацию советской госбезопасности. К лету 1956 года ситуация в Венгрии обострилась до предела. Чтобы как-то разрядить обстановку, в июне после разговора с Хрущевым Ракоши взял 6-месячный отпуск и выехал в Советский Союз. Тогда он не знал, что живым в Венгрию уже не вернется. А затем наступила осень 56-го. Андропов продолжал доплатывать в Москву резко ухудшение ситуации. 6-го октября на улице Будапешта впервые вышли почти 300 тысяч человек. В этот день состоялось разрешенное властями перезахоронение останков казненного Ласла Райка и его соратников. В тот день в толпе еще звучали вполне невинные лозунги обновления социализма. Эксцессов не было. Но уже через две недели 23-го октября на улицах Будапешта раздались первые выстрелы. Новый статысячный митинг перерос в вооруженное противостояние в районе радиоцентра. Появились первые убитые и раненые. Затем толпа двинулась на площадь героев памятнику Сталина. Мне довелось быть на площади когда сносили статую Сталина. Это было ужасное зрелище. Владимир Крючков председатель КГБ СССР. И когда свергали статую Сталина то вы знаете дикие привычки проявились дикие обычаи то есть не обычаи а дикое стремление к тому чтобы все разрушить и счастье с чем проявилось очень сильно. спустя три часа поверженный вождь скрылся под ногами ликующей толпы а еще через некоторое время статую сбросили входы Дуная отказавшись от первоначального плана захоронить ее во дворе советского посольства. После митинга люди двинулись в Пешт к зданию парламента а к ночи ситуация совсем вышла из-под контроля венгерских властей началось настоящее восстание люди требовавшие уже демократизации и независимости страны начали нападать на казармы воинские склады и полицейские управления цель захватить как можно больше оружия Андропов наблюдавший за всем сначала из окон машины а затем из осажденного советского посольства был потрясен ничего подобного он никогда не видел и еще не знал что эти события обернутся пожизненной тяжелой болезнью его жены которая находилась вместе с ним в посольстве 24 октября в час ночи по московскому времени начальник советского генштаба маршал Соколовский отдал приказ командиру особого корпуса советских войск в Венгрии генералу Ващенко обступлении в Будапешт в эту же ночь венгерское руководство приняло решение уступить требованиям народа и назначить им Ренадя премьер-министр не спали в эту ночь и в Кремле на президиуме ЦК КПСС докладывал министр обороны Жуков постоянно на связи находился Андропов в Будапешт срочно вылетел Михаил Встречать его на аэродром вместе с военным атташе выехал Андропов на окраине города их машина попала в засаду Это было в ночь на 24 октября 1956 года рассказывает Владимир Крючков Прошли по центральным улицам Пешта затем перешли через Дунай и в одном месте попали под обстрел и оказались перед завалами из деревьев ехать дальше было нельзя ехавшие в машинах а их было две вышли из них вот и в это время тоже начался обстрел еще один Пробитая пулями и угодившая в завал из деревьев она превратилась в бесполезную груду металла чудом спасшиеся пассажиры вынуждены были пешком возвращаться в город По свидетельствам очевидцев Андропов шел спокойным даже неторопливым шагом несколько раз их пытались остановить группу вооруженных людей но как ни странно все обошлось потом в узком кругу Андропов не один раз вспоминал что-то ночная прогулка по Будапешту далась ему огромное напряжение в силу Утром 24 октября в Венгрию прибыли Микоян Суслов председатель КГБ Серов и генерал армии Малиния Андропов присутствовал на их встрече с Герой Надем и Кадром Результаты переговоров оказались крайне неожиданными В Москву ушло донесение о том что военные преувеличивают опасность Все очаги повстанцев подавлены Идет ликвидация самого главного очага на радиостанции где сосредоточено около 4 тысяч человек Правда чрезвычайное положение все же объявили а также ввели комендантский час По радио зачитали сообщения о введении военно-полевых судов Однако оружие никто складывать не собирался Из тюрем в ночь на 25 октября были выпущены заключенные Через австрийскую границу в страну хлынули группы эмигрантов Многие из них были вооружены Полиция Венгерской военной части бездействовали А сил введенных в Будапеш советских войск было явно недостаточно Изменилось и поведение Имра Надя Не считаясь с мнением Москвы он отменил комендантский час и запрет на демонстрации назвав повстанцев борцами за свободу 30 октября Надь потребовал вывода советских войск из Будапешта В Москве разгорелись жаркие дискуссии Против вывода войск были военные во главе с Жукова за Микоян пригрозивший даже своей отставкой В конце концов решение о выводе войск было принято Он начался в ночь на 31 октября В конце дня почти все советские подразделения покинули город сосредоточившись в 15-20 километрах от венгерской столицы В самом городе начался второй самой кровавой акт ленгерской драмы Еще 30 октября Имрынать объявил о распуске органов госбезопасности А вскоре на их сотрудников началась настоящая охота Их избивали убивали вешали вниз головой на деревьях и столбах уличного освещения Атаковали повстанцы из здания городского комитета партии Зверски убив 25 сотрудников и солдат защищавших Красивые благородные лозунги начала восстания к первому ноября утонули в реках крови Эти события резко изменили позицию Москвы Применение силы потребовали от Хрущева и тогдашние союзники Москвы Китайцы За выступил югославский лидер Иосиф Бростит 1 ноября началась операция Вихрь В Венгрию быстро вводятся войска Прикорпатского Одесского и других военных округов руководить операцией поручено знаменитому маршалу Коневу 1 ноября Имра Надь вызвал посла СССР Андропова и потребовал объяснений А услышав что аэродром захваченный с целью безопасной эвакуации страны советских воинских частей вручил Андропову ноту протеста В тот же день Венгрия объявила о выходе из Варшавского договора и принятии статуса нейтрального государства И в тот же день 1 ноября член правительства Яна Шкадр и группа его сторонников не предупредив Надя тайно приехали к Андропову в советское посольство начался последний акт венгерской драмы Уже 3 ноября параде объявили о создании нового венгерского правительства во главе с Яна Шкадром и вскоре выяснилось что многие венгры готовы его поддержать а накануне 2 ноября Имр-Нать вновь вызвал к себе советского посла Юрия Андропова Обычно подтянутый и элегантный Андропов был небрежно одет и даже не брит по всему видно было что он провел ночь вне пределов своей резиденции что неудивительно ведь Яна Шкадр и его соратники уже давно были далеко от этого здания в расположении советских войск Имр-Нать потребовал объяснений по поводу исчезновения двух своих министров Андропов ответил что ему ничего не известно Санкцию на такое поведение Андропов явно получил из Москвы После кровавой вакханалии в Будапеште советское руководство вообще перестало церемониться Во время переговоров 3 ноября с венгерскими военными во главе с Малитером в помещение неожиданно вошел шеф КГБ Иван Серов с группой чекистов и объявил венгерскую делегацию арестованной 4 ноября в 7 часов утра советские войска вновь ворвались в Будапешт Через полчаса были заняты мосты через Дунай здание парламента центрального комитета партии МВД были перекрыты дороги на запад Через трое суток кровопролитых боев все было кончено С советской стороны было 669 убитых со стороны повстанцев около 2000 и это за трое суток к концу дня 7 ноября в Будапешт прибыло правительство Януша Катар Уважаемый товарищ Катар От имени моих товарищей Пополитбюро и от себя лично рад пригласить вас с Марией Тимофеевной провести в этом году в Советском Союзе свой отпуск или часть его в удобное для вас время С товарищеским приветом Юрий Андропов 26 мая 1983 года Это дружеское послание генерального секретаря ЦК КПСС было отправлено через 27 лет после венгерских событий 1956 года К 1983 оба и Кадр и Андропов возглавляли свои страны но дружеские неформальные отношения сохранились Вспоминали ли они ноябрьскую ночь 1956 когда тайком выбирались из советского посольства в Будапеште неизвестно хотя наверное вспоминали Венгерские события вообще наложили огромный отпечаток на всю дальнейшую жизнь и поведение Юрия Андропова в беседах с помощниками он однозначно оценил те события как контрреволюцию и не мог забыть личные впечатления тех дней несколько ночей в советском посольстве ждали штурма обстреляли его машину и наконец нервное потрясение стало причиной тяжелой на всю жизнь болезни его жены Татьяны Танюшей с которой он познакомился на Карельском фронте Впоследствии Андропов часто говорил Вы не представляете себе что это такое когда стотысячные толпы никем не контролируемые уходят на улицу Теперь определенно можно сказать в Советском Союзе подобное он никогда бы не допустил во всяком случае сделал все чтобы этого не было и вправду представить стотысячные толпы на улицах Москвы во времена правления Андропова невозможно хорошо это или плохо судить не нам Жена Андропова Татьяна Филипповна о венгерских событиях с ужасом вспоминала до конца дней Потому что она рассказывала о том что толпа ворвавшаяся в посольство когда разъяренная толпа да она видела там кровь избитых людей то сказать там и безусловно для женщины это был шок рассказывает Борис Клюйков как она рассказывала она испугалась за Юра Владимировича которого не было в тот период рядом он был вне и боялась там из-за себя из-за детей весной 1957 года Андропова отозвали в Москву его поведение во время венгерского кризиса получила самую высокую оценку в Кремле в качестве награды последовало назначение на должность заведующего отделом ЦК по связям с руководством коммунистических и рабочих партий Восточной Европы Китая Северной Кореи Вьетнама Лаоса и Камбоджи это было уже серьезнее и все хорошо если бы работу Андропова не курировал уже набравший тогда силу Сусла Он затаил обиду с 1953 года когда вместе с Маренковым отправил в Прибалтику комиссию во главе с Андроповым с четким заданием собрать компромат на первого секретаря Литвы Снечкуса и подготовить вопрос о его снятии Комиссия оценила работу Снечкуса положительно «Вас зачем туда послали?» топал ногами тогдашний лидер партии Маленков для того чтобы объективно разобраться в делах и не заниматься демагогией наивно отвечали Андропов и другие члены комиссии Именно после этого случая Маленков и Суслов затаили обиду Не потому ли вскоре Андропов уехал советником посланника в Венгрию и вот теперь в 57 вернулся под непосредственное начало Суслова впрочем оказался тому не по зубам Удивительное совпадение но в 1982 году именно смерть Суслова окончательно откроет Андропову путь к власти впрочем не будем забегать вперед В должности зав. Андропов проработал до 1962 года когда последовал новый карьерный взлет На 22 съезде его избирают секретарем ЦК во многом благодаря личному отношению Хрущева Мне запомнилось одно обстоятельство В 64 году в 64 году Андропову исполнилось 50 лет еще у власти был Хрущев Хрущев был день рождения у Леонида Юрия Владимировича Андропова если мне память не изменяет 15 июня 1914 года и в честь его был сделан прием в Новом Огареве Хрущев Хрущев в своем выступлении это был случай исключительный Сергей Королев генерал-майор заместитель начальника 9 управления АГБ СССР Хрущев произнес очень сильную речь поздравительную речь и сказал что Андропов говорит из нас самый умный и самый талантливый из молодых руководителей и не только из молодых по всем аппаратным канонам такое выступление первого секретаря было большим плюсом для Андропова если бы не одно но слова Хрущева слышали как друзья так и недруги Юрия Владимировича а всего через 4 месяца в октябре 1964 в Советском Союзе произошел очередной переворот всех своих постов лишился Никита Хрущев и одно из ключевых ролей в заговоре сыграл давний антроповский недоброжелатель Михаил Суслов 1965 год был для Андропова очень негатив в какой-то мере он оказался в изоляции и даже в опале Прежнев с ним встречался гораздо реже чем раньше не примыкал Андропов и к группам Косыгина а также Шелепина и Семичастный В партии вообще ждали чем закончится очередная схватка за власть под кремлевским ковром особенно активно себя вела группа старых закадычных друзей еще по комсомолу Михаила Семичастного председателя КГБ и Александра Шелепина железного шурика как звали его в партии в 64-м в 64-м году они убрали Хрущева руками Брежнева считали Брежнева слабой временной фигурой и на очередном съезде собирались убрать его но убрали их в 67-м году Брежнев обыграл и Шелепина и Семичастного и председателя Совета Министров Косыгина который недолюбливал Андропова для их отношения вообще была характерна какая-то личная несовместимость может быть Косыгин будучи очень умным человеком почувствовал в Андропове реального соперника как минимум не уступавшего ему ни в уме ни в проницательность между Косыгиным и Андроповым не раз возникали стычки на политбюро премьер-министр предлагал резкие реформы экономики Брежнев и Андропов выступали за более умеренный и спокойный их вариант настал момент когда Косыгин стал требовать от Брежнева удаления Андропова из аппарата ЦК КПСС и вот наступил день когда Брежнев одним ударом обыграл всех на очередном заседании политбюро 19 мая 1967 года обсуждались большие и важные вопросы в кратком перерыве Брежнев вдруг вынул из нагрудного кармана на какую-то бумажку посмотрел и сказал позовите семичастного в зал вошел ничего не подозревающий председатель КГБ СССР есть предложение освободить вас от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу обалдевший семичастный огрызнулся за что со мной никто не разговаривал последовал грубый окрик Брежнева много недостатков в работе а случай с как могла она уехать в Индию а потом в США по реакции окружающих было понятно что в планы Брежнева посвящены единицы на должность семичастного Брежнев предложил назначить Юрия Владимировича Андропова и убил сразу друг Зайцев с одной стороны вроде бы сделал уступку Хосыгину удалил Андропова из ЦК с другой стороны сделал важнейший участок советской политической системы КГБ полностью безопасной для себя да еще выбил стул с под железного Шурика Шелепина можно с уверенностью предположить что это перемещение далось Андропову очень нелегко он был умным и образованным человеком и хорошо понимал что за всю советскую историю с должности председателя МКВД МГБ КГБ почти никто кроме Шелепина не ушел наверх судьба других руководителей ведомства Минжинского Ягоды Ежова Берия Серова Семичастного не внушала особого оптимизма никто тогда не мог предположить что Андропов задержится на этом посту целых 15 лет станет культовой фигурой для обитателей здания на Лубянке и именно он Юрий Андропов сменит на посту генсека Леонида Брежнева 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 Леонида Брежнева